Ваше Преосвященство, Всечестные Отцы, дорогие братья и сестры, представители государственной власти, друзья! Приветствую организаторов и участников нашего съезда, съезда православной молодежи Казахстана, гостей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в Духовно-культурном центре Казахстанского митрополитического округа, который носит имена равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских народов. Подобные мероприятия отличаются друг от друга тем, что у них очень разная атмосфера. И я здесь только первый день, я пока еще не прочувствовал атмосферу этого мероприятия, но тем не менее я что-то уже попытался понять, что-то пощупать, но то, что я вижу, я вижу, что делается с любовью, это самое главное, ничего ценнее этого быть не может. Мне кажется, очень актуальна тема съезда, поскольку сейчас век цифровых технологий, и очень важно правильно доносить и рассказывать молодежи, как правильно пользоваться этими технологиями, не во вряд, а на благо. Мне кажется, что уровень мероприятия очень высокий, видно, что старались максимально вовлечь молодежь. Был придуман и реализован чат-бот в Телеграме. Я вообще первый раз вижу на православных мероприятиях настолько грамотный подход и использование современных информационных технологий. Работа съезда, она призвана помочь руководителям, самим молодежным деятелям. Тема очень актуальная – информационная революция, потому что сейчас современные гаджеты, они очень сильно завлекают и детей, и молодежь, и иногда отвлекают просто от реальности. Дети живут в каком-то виртуальном мире, конечно же, полезно рассмотреть это, увидеть и направить в нужный русел. Мне очень приятно то, что много молодых людей приехало делегатами на этот съезд. Я очень благодарен принимающей стороне Астанайскому православному молодежному движению за их радушие, за их открытое доброе сердце. Итоговый документ будет для нас неким руководством в перспективе дальнейшей нашей жизни, дальнейшему служению молодежи в церкви. Тема данного мероприятия – молодежь и цифровая революция. Основная часть молодых людей все свое свободное время проводят в соцсетях, используя интернет, различного рода соцсети. И задача данного съезда, конечно же, в первую очередь заключается в том, чтобы молодые люди могли отличать добрую информацию от плохой, худой. Ну и, конечно же, могли правильно пользоваться своим свободным временем и правильно пользоваться вообще данными технологиями, да, то есть на пользу себе. Субтитры создавал DimaTorzok